О, ну подожди, 32 тысячи просмотров, неплохо, 24 секунды, погнали. Ух ты, что такое? Что? Но он вышел как кипер, то есть он, для тех, кто не знает, и я тоже там удивился в первый раз, когда не понял, он вышел как кипер. Обратите внимание на эту грацию, то есть он сразу заднюю часть выгнал, как у кипера, начал собирать там этих виспов и духов вокруг. Это неподражаемо, еще разок, смотрите, хоп, встал, оп, вот это вот, вот это грация, просто, и это прямой эффект. Это прям он, о, какой красава, не зассал, уа. Вот это вот, вот это вот все. Бро-о-о-о, как же он хорош. Тут любой кадр, стоп, это прям, уу, сразу. Респект. Вот. Мне кажется, что он стал бы великолепным там танцором просто. Просто великолепным танцором. Такая грация. Красава. Ты бы на выходе какого героя? Да я не смог бы, я бы побоялся, что... Надо мной смеяться бы начали, вот эта вот тема. А он столько радости нам подарил. И не только нам. Было классно. Вот, и вы видите Соника слева. Класс. Джампа говорит, он танцует бальной. Серьезно? Он занимается? Тогда можно объяснить как раз его некоторые движения. Флайн говорит, мы бы не смеялись, но ты что сразу? Да-да-да. Вы-то бы не смеялись, конечно. Вот, кто-то не видел даже это видео, представляете? Ну да, я на Евровидении попробовал, но... Мы старались особо это не афишировать. Короче... Что там Дися? Еще что-то? Ну он же... Безвольный. Опа! На-на! Соник, что случилось? Такой он смотрит, насколько он хорошо получился. Такой... Нет? Да или нет? Хороший. Это шоу, это шоу. Много таких интимных моментов, как Соник бы сказал на трансляции. Соник там что-то уже улыбается. А вдруг он попутно еще стримчик слушает? И радуется. Можно пояснить за щеки? А, за щеки. Лучше не использовать за щеки в таком контексте, потому что есть вариант негативной коннотации. По поводу за щек. На одной щеке у тебя написан КТГ, сокращение от Keeper of the Grow, Хранитель Рочи, это первый герой. А на второй щеке написан ДХ, то есть Демон Хантер, то есть Охотник на Демонов. То есть Соник как бы палит страту. То есть он просто показывает, показывает, что он будет делать. Ах ты бёс. Интересно, увидел второй Баарак Тарзейн или нет. Придется телепорт скорее сужать. Хотя нет, не подблочил Тарзейн. Соник красава, еще там причесался, волосы зачесал назад. На зеленом фоне, вообще. Пошли два виспам. Да, подтормаживает козлик. Ждет гад. Ждет гад. Это дешево. Это не кол, это дешево. Может зайти, но... Да, делает, делает протекторы слева. И тут же разведывают там слева. Эх, уже как бы не очень, понимаете? Уже. Да, да, вы что? Отлично, разведка. Соник успевает там почесать своего дыха на левой щеке. Да, вот разве на вебка, к сожалению, за чатом, просто мне некуда чатик важнее. Отменить протектор не так сложно. Тем более, пока там добегут эльфы. Там уже кто-то, кто-то атакует рабочие. Ай, хотя нет, не успеет, скорее всего, по крайней мере, один протектор должен достроиться, где виспы. Соник поздно виспов выводит. Ну че такое, один протектор только достроится. А может и два, может и два, может и два, может и два. Ееее, отбивается. Ну, в смысле, отбиваются протекторы. Ну, выкапывай, выкапывай, погнали, вперед. Че там у Соника за камуфляж? Маме привет. Или там, что еще можно там на двух щеках написать? Ну, я думал, там на-на. Типа вот на, и на одной щеке на, и на другой щеке на. Там же можно классно разделить на две. Одну фразу. Минус футмен. Надо вот эту вышку шатать. Жалко, что протекторы могут атаковать только сейчас. Ну, подсвети, ну, ты чего, подсвети. Че делать? Ну, это баллисты делать уже, баллисты пошли. На одной щеке Пикач, на другой Браблей. Надо с Браблея начинать тогда. Ну, там уже рефлы потихонечку идут. База-то делается. Ну, в смысле, работает. Где садный урон у протекторов? Ха-ха, в Роке. О, Соник, Соник, нет, 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 прикопай, прикопай, прикопай. Жми его, жми. Минус ТП, отлично. Куда селепортировался пёс? А, там магазин можно отменить. Вот это хороший момент. Все, баллисты пошли из левого нычки пилить. Здесь магазин отменяем, Архмак вылечиться не сможет. Правда, не совсем понятно, что делать с Т2. Да, минус Магаз, это хороший поворот. Я, я. Почему шоп не внутри, я не знаю. Уже начинает Арзейн тратить сопоставимые деньги на... Under pressure. Владмейдж второй. Уже Т2. Ну вот, разрушит сейчас экспант Соник. Дальше-то что он будет делать? Леса нету, Арзейна. Может быть, даже выкапывает протекторы. Ну, то есть, убить вышки сейчас баллистами, а потом выкапывать протекторы иди сюда. Но здесь уже, видите, Арзейн ставит воркшоп. Опять динай. Ты офигел, что у него? Кипер, помните, когда второй уровень получил? До сих пор ни одного юнита не засчитали. Э-э-э-э. У Тарзейна проблемы серьезные с деревом. Соник понимает, что там Т2 и надо догонять каким-то макаром, потому что одними котами ты сыт не будешь. Против рифлов, кастеров и, не дай бог, мортир, коты как бы не очень. Да, ну, рабочих добьет сейчас, конечно. Но вот что делать с этими? Ой, сейчас кот умрет. А-а-а-а. Умерла кошачка, как-как-как. Котан умер. Что делать? Так, енот на базе у Тарзейна. До 1200 голды у него. Это проблемы с лесом были. Соника наполовину грейд. Подходит баллисты. Вот если бы Тарзей не завтыкал с лесом, то сейчас можно было бы уже иметь 50+. А зачем мы экспандисты? С ума сошел, что ли? Трип протектора есть, почему бы не влепить свой эксп? Потому что протекторы тебе не помогут эксп защитить, особенно против мортира. Во-первых, они доходить будут полчаса. А у тебя даже Т2 нет для того, чтобы Nature Blessing сделать. Во-вторых, как бы... Ну, мортиры, мортиры, мортиры. Архмаг почти третий кипер. Странно, что он не стал давить дальше. А-а-а-а! Не, все равно плохая идея. Да я понял, что имелось в виду экспанд сразу у Хобана на базе. Ну, это такая аркад, на мой взгляд. Ну, может захотеть, да, сделать. Потому что протекторов другого применения нормального нет. Эх! А зачем? А зачем? Он реально продолжает мастить котов и баллисты. Ну, все, Терезин подходит. Вау, мортирки подходят. Ну, ворпл блейдс теперь не те, что раньше. Они просто дают сплэш. Мортирку пытается убрать с лайтнинг щелдом, прикопкой. Мортиры тут самая опасная штука, которая есть. Нет, не хватит урона. Кипер все вкинул в эту мортиру, но так и не убил. 56, Т1 лимит, это же круто. Тут не совсем Т1, потому что, как вы видите, апгрейд на котов, апгрейд на эти, на баллисты. Черт. Я не знаю, как, 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 вот что, что, что за продолжение странное. Ну, вот они, протекторы, которые ничего не делают. Да, я тоже не понял, Энигма, почему он не пошел, ну, не взял какую-то армию, почему он вытанковывал в лицом козлом. Ну, Тарзейну уже лимит больше, и он более технологичный. Интересная мысль от Тодда, что, типа, Тарзейн сделал вид, что у него есть экспант, и заставлял Тарзейна... Тинкер, скорее, да, с ракетами, конечно, вторым героем. Блин, какая грязь, коты там умирают, делают сразу свиток, слишком жестко. Четыре мортиры, здравствуйте, четыре мортиры. Сони, какой же ты псих вообще! И он может додавить еще. Да нет, ну 70 лимит на 56, ну как, как додавить, вы еще с ума сошли? Рабочие разваливаются, но протекторы тоже, катапульты не выдерживают. А, в Покет Фэкторе? В Покет Фэкторе? И пошли работать мортиры. Телепортируется Соник. 60 лимита на 50, и переходит в арчейн. Ах, какие-то вообще наркоманские страдки. Ладно, раньше, до патча, когда глейфройеры реально представляли угрозу, потому что после соответствующего грейда они не мазали. Но спасибо Близзам, который, ну там, видимо, один товарищ его выделили на баланс, и он начал делать изменения некоторые из серии. Ну, вот у других раз такого нет, мы хотим унифицировать. Вот, и убирает специфику каких-нибудь юнитов. Ну, такое обоснование очень странное. У глейфройеров всегда была вот эта вот фишка, что они, с одной стороны, да, медленные, самые битые, самые уязвимые из всех катапульт, которые есть только. Разваливаются просто от всего. Но при этом у них есть такая вот фишка, как у мидвеганов, что Дизис Клауд, у дестройеров орковских, этот, Огонь. В общем, у всех есть какая-то специфика. У мортира есть картечь, а они там такие, ну, мы уберем, сделаем обычный сплэш. Пофиг, что, 15 лет была другая, хочу убрать специфику. Еще юнитов одинаковые сделать, и героев тоже одинаковых. Вообще будет интересно. Хотя бы проще будет воспринимать этому нубасу, который балансом занимался. Короче, убрали, я недоволен этим, как вы понимаете. Вот если бы был у глейфройеров такая, все еще старая апгрейд, то можно было жить. А сейчас пора выходить. Да, заливает козла. Козел не выдерживает. Но тут нет шансов уже. Разный очень по минус козел. Камень жизни не передали вовремя. Заливают баллисты. Это будет как второй варкаф. Да, да, да. Какая боль, какая боль. Соник, который что-то увернулся от выстрела в мортиру, кажется, на веб-камере. Почесал он за ухом. Блин. Бывает. Грейт повышает скорость полета с 1400 секунд до 2 в секунду. Все равно не о чем все равно вернуться. Конечно, конечно. Скорость полета снаряда, это... Непонятно зачем. Типа компенсация, но это не компенсация. Вот он, Соник. 3WDMaker, иди гулять. Вот такое. Ну, там вариацию сам. Закидывай. Я не удивлюсь, если Соник сейчас Катапольта Мерифла хотел окружить. Молодец. А на примере второго варкафта, когда почти одинаковый раз, то это почти сильно влияет и тоже не балансится. То это почти очень сильно влияет и тоже не балансится. Там дисбаланс в Бладласе, насколько я понимаю, во втором варкафте. А все остальное одинаковое, что там балансить. Хамачан, привет. Ну, да, начало не очень хорошее для Соника. Вроде пропушил, но Тарзейн правильно сделал, что не стал Олэйнова отбиваться от этой застройки. Он просто постепенно сдал свой эксп, не вкладывая ресурсы дополнительно в его защиту. И тыкнул пораньше грейд на второй тир и сделал более эффективных юнитов. Потому что все-таки кипер, он диспелится. Коты уязвимы особенно, когда появляется большое количество пирсингового. Ну и сидж, дэмэджа тоже. То есть они же получают бонусы от того и другого, от полуторной. Плюс у них рейндж не очень высокий. И, соответственно, если котов становится больше, а ты, ну, если остановишься на текущем тире, ты должен как-то силу армии увеличивать. Соответственно, ты добавляешь больше котов. А там рифлы, у которых дальность. И мортиры, у которых изначально дальность большая. И получается мясо. Просто мясо из котов. Кипердиспелят сэнты, прикопка, все уходит. А коты разваливаются от рифлов и мортир. Все по классике. Тарзейн знает, как отбиваться от подобного рода олынов. И еще знал он это в середине 2000-х. Соник фору дает. А мне кажется, Соник зря улынет. То есть он на классе Тарзейна может выиграть. То есть если он... Во-первых, я думаю, что, во-первых, в следующей игре у нас будет две лорницы от Соника и выход в Т3. Ну там медведи, МГ, Феррики, не знаю, что-то будет такое. То есть будет арба, будет классика, будет затягивание игры. Посмотрим, конечно, на карту, что там по экспанду, что там по герою. Но такой дичи не будет. Скорее всего, будет тот же самый Кипер и Димка. Что написано, собственно, на щеках у Соника. Если Близзард с нескольких магов в одно место, он урон космический. Близзард с нескольких магов? Близзард с магов. И рифлы с апнутым атак спидом. Ну, Хантреста тоже апнули эти Глейвы. То есть они же тоже получают теперь на Т3, а на Т2 апгрейд, который увеличивает их урон на 25%, между прочим. То есть третий отскок со штрафом в два раза от второго дает тебе как два грейд на атаку. А в таких случаях скотов на Арчурок перестроится вообще реально? На Т2, да, это наиболее реалистичная тема. То есть ты не можешь строить лорницы, потому что у тебя будет Т2, и тебя те же самые рифлы с мортирами разберут. Ты не можешь делать там фейриков, гиппогрифов, потому что опять же рифлы, контракт этому. Тебе, скорее всего, не хватит времени, чтобы выйти в Т3 и выстроить маутен джиантов. Да и мунвелл в тени, чтобы дожить до этого дела, потому что ты активно разменивался, и коты у тебя выпивали мунвеллы. Поэтому единственный реалистичный вариант на Т2 против такого микса, особенно пока у противника нет Касла, это делать Грейд Арчам на дальности, делать Арчи. То, что пытался в конце сделать Соник, но он очень много ресурсов потратил как раз на этот пуш. На баллисты, на котов, на застройку. И вот. Аристократ говорит, когда выпустят патч, где можно сделать четвертого героя. Так это в кастомках можно пилиться. Ты хоть шесть всех героев сделай. Добрый вечер, в готюе. Всем здрасте, друзья. Очень много варкрафта, причем высокого уровня. Сегодня был азиатский турнир, сейчас европейский турнир. До воскресенья один из них закончится. Азиатский, по крайней мере. А на DreamHack'е на этом мы перейдем к плей-оффу. Продолжение будет на следующей неделе. Высокая конкуренция, хорошие призовые. Просто с двух часов дня мы сидим, смотрим на Варкрафт. 100 лимитов героев. О, Соник. Терзейн тоже не изменился. First place, DreamHack, Терзейн написан на заднем плане, видите? Причем и Соника, видите, чуть больше даже против оппонента. 55 на 45. По общему ранку, правда, Соник поменьше. That's not what he does. It's Davai, Davai, Davai. Even on Echoals. Let's go! Давай, давай, давай. Острова Эхо. Следующая карта, я услышал. Соответственно, будет эксп со стороны Хумена. И какой-то агрессивный крепинг. И, скорее всего... Да Соник не особо Варденка уважает, насколько я помню. Сейчас, подождите, я попробую... Попробую перенести чатик влево, для того, чтобы вы видели Соника. У, нет, нет. Да он не играет, Варден. Какая Варден? Даже на ТС часто Варден не использует. Ну, посмотрим. Вдруг Варден. Варден! Фогич постоянно будет. То есть он на карте, которая под Варденку, и ее обудит. А вот Соник не всегда. Лорд Мобайл Беляк пришел в внимание. Говорит, привет. Семь лет смотрю на Ютуб, и от решил зарегистрироваться. Жду птичек. Щегла, щегла, влепите ему. и, может быть, кто-нибудь из помощников, там, Аспирант или Вольф Дизель, у кого там есть возможности, или Джоки, у кого есть ключи, задарит товарищу подписку на сайте. Добро пожаловать. Добро пожаловать. На ГГ своя атмосфера. Видишь, комьюнити, которая интерактивчик. Одно дело записи и пассивный просмотр трансляций. Другое дело — это когда ты уже в компании. Открыл старый комп, вижу Q3 Arena, GTA 3, War 3, Frozen Throne, NBA, сейчас с помощью двух роутеров вроде получилось подключиться к интернету. У тебя не так много времени, нужно 30 гигов в варкафт еще поставить. Что-то там у Соника, судя по выражению лица, не получается. Добро пожаловать, Щегол. Да, добро пожаловать. Ще. Там минус Арча, вот в чем дело. Там перекуп был Тролля, Диспл... Владимир, привет. Начало похреновое. Да там уже Торзейн крепит нычку. Арчу жалко, времени жалко. Че делать? Три оф Эйджис пошел. Здесь играть на Т2 не будет никакой олэйновой агрессии. Троллянды, Берсерка, Брэд. Добил Бараком сейчас. Кобальда Большого. Да, из Экспорда, Дайс, привет. У него на двух щеках написаны имена героев. ДХ и Котка. Вторая Варден, Кристал Болл. Какие капы вообще? Что тут лучше, чем... Хуже, чем Кристал Болл в таком мэчапе? Ребятки, я не в теме. Торзейнчик вообще мощный игрок считается. Сейчас не особо. То есть там показали статистику. Он там 12-й в ранке игрок за Альянс. И где-то 40-й в оверолл рейтинге. Но Торзейн играл еще до второго Старика. Был одним из сильнейших игроков за Альянс. Ну, то есть не самым сильным. Но в целом играл. Он долгое время был одним из лучших. Иногда даже лучшим. Раз вы видели, что там чемпион Дримхака. Игроком Старка в два, затерранных. Вот, поэтому... А Соник, а Соник там же где-то по рангу там показывали. О, Орионыч, спасибо за подарок Лорд Мобайлу. Еееее... Сейчас Соник еще не ответит. Да какое! Посмотри, ресурсы не вернулись. Алло! Да этот Рема опять рассказывает, что типа... Перед последним выстрелом... Просто Висп... Он, видимо, думал, что Висп не должен возвращаться, потому что Висп не возвращается, если отменено здание, которое требует Виспа. Короче. Короче, Соник и все хреново. Экспанд не делается. Ресурсы он теряет. Лимит у него столько же. Вардненька не третья. Блин. Столисть люди, помнящие ключи. Да, ключи еще можно активировать, кажется, в специальном разделе на сайте Нагага. Такое ощущение, Соник как будто не за свою расу играет. Ну, у Соника... Самая высокая амплитуда по... По скиллу. Да он не хотел, чтобы отступили люди. И не хватило бы там до третьего арки никак. Ну, неважно. У Соника еще больше проблем, чем у Фогича в плане стабильности исполнения. Так, а когда уже предложение для Apple TV? Блин, Тинь, 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 Тинь. Хороший вопрос. Можно переадресовать нашему товарищу, который новое приложение сейчас готовит. Уже отправили на ревью в Play Market. Точнее, Apple Store. Поменяли Соника... А, нет, не поменяли. Много рабочих убил Соник. Может быть, это и поможет ему вернуться в игру. Сейчас надо вардыночку бы отконтролить, а то он здесь зря танкует вообще. Минус все рабы на экспанде. Тролля, жалко. Две лорницы. Ну, Соник улынет с одной базы. Он сейчас через минимальное количество дриад пойдет в Та-3. На год два на Хуми. Но она ситуативно здесь должна помогать просто. Но у Тарзейна все равно... В данный момент не совсем понятно, во-первых, зачем он сражается. Так, почему он так дико недоконтраливает. Соник телепортируется, недоконтраливает Берса. Да что такое? Соник! Бивает фута, окей. Да, вот Тарзейна огромное количество людей умерло просто. И поэтому у него проблемы с лесом. Но он трупы, 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 а одни трупы на экспанде. Ну, четыре, там пять, не достраивает. Это может нам дать время необходимое для... То есть, присты поздно будут, рифлы поздно будут. Недостаток леса сдвигает тайминги, которые очень важны для нас. Потому что, видите, 3 of Eternity у нас делается справа. Вот прям вот здесь вот. Видите, я смотрю на 3 of Eternity. На половину готово. И, соответственно, там уже медведи, арба. И все будет получше. Хорошо, со вторым даггером пытается подрезать рифла, но вписывается Нага и Архмаг. Почему Скай забил? Мой любимый хумбл, рифла пушит, а что-то? Да не знаю. Мне кажется, что он и так стал... Добился всего, чего хотел. Ну, кроме третьего чемпионства на WCG. Если бы не Криалофа со своими имбовыми хантресами и Демонхантером. Был бы трехкратным единственным человеком, который трижды ВЦГ выиграл. О, Джеки скидывает пять ключей. Но минус одноплановых стратегий, которые превосходно исполняются, в том, что, во-первых, твой стиль уязвим каким-то балансовым патчем, ну, начиная там что-то менять, определенный типов юниты, там, менять баланс, тебе сложнее перестроиться. И второе, если вдруг товарищи... Ой, тролль, тролля забирают у Соника. Если сцена начинает подстраиваться, то тебе перестроиться гораздо сложнее будет. Блин, тролля-то спас. Сейчас будет минус еще рифл, может быть два. Ну, кинь, накинь на второго, ну! Да, молодец, минус два рифла. Это жирно, это очень приятно нам. А Скай и так популярность в рамках Китая получил колоссальную. То есть о нем там серия передач, выходила его... Он вышел далеко за пределы игрового сообщества. То есть реально таксисты знали, кто такой Скай. Просто потому, что там по первому каналу китайскому рассказывали, кто такой Скай. Ты не нужно сейчас особо уже Сонику типа сильно-сильно коммититься в... Ну, вкладываться в... В атаку, у него достроилась база. Ему бы подкрепить точки, которые рядышком стоят. Ну, вот Мурлоков забрать, например. И все, и выходить спокойно в лейт. Тем более там у тебя Нага, но и противника только... Хотя нет, подождите, он же здесь задавит. Это ж минус Нага. Все, это 1-1. Что-то я... Ну, Тарзейна, смотрите, косарик. Армия находится вообще на мэйне. Тарзейн не готов к этой спонтанной атаке был Соника. А Соник, как медведь-шатун, бегал-бегал-бегал, полчаса рядом. А потом хопа и напал. Диспл очень хороший отрядочек, перегруппировочка. Риджу, вы пошли. Красиво. Лимиты одинаковые, но в целом герои значительно лучше у Соника. Да и армия актуальней. Элементаль вызван был подряд почти полных. Варден 4-й. Я бы вышел. Просто вот я бы вышел. Тарзейн сражается, но я думаю, ему совсем недолго осталось. Он делает телепорт, причем сдает... А-а-а-а! Он думает, он не знает, что там есть экспант. Он не знает, что там есть эксп. И именно это и привело к тому, что он решил остаться в игре. Да, тут Витя то же самое говорит вообще. Сражается уже ни за что, нога подставляется, козочки приходят. До сих пор разведки на экспанде нет. Нет, медведи. Соник хорош. Причем Соник написал на щеках у себя Keeper of the Grow и Дэха. В первый раз сыграл через Кипера, но через Тинкера, а во второй вообще через Варден и Нагу. Для кого писал, непонятно. Мунвелл на 70, Варденк смотрит, фермы восстанавливаются. Ну, надо смотреть просто Тарзейну, делать разведку, увидеть, что там экспант, и понимать, что время у него мега ограничено. Каждую вот секунду, которую он проводит, он получает в два раза меньше золота. Ввел в заблуждение. Да, наверное, это манипуляция. Бэк Торк рассказали, что это какой-то мем с 2 на 2. А-а-а-а. Просадка по опыту у Дикая на косарик. Ну, 3-2 на 4-4. Представляете, какая разница колоссальная. Еще здесь можно хорошо поймать его на косарик. Не знаю, почему Соник не идет. Он не очень собран, так скажем. То есть у него кто-то... Ну, не готов он сражаться. Не вся армия была на месте. Туринг говорит, хитрый план, пока мы... Да-да-да. Там была разведка. Там была разведка на экспанде. Там была точка, которая стала нейтральной после выхода от разведки. Значит, он сделал разведку, увидел экспант. Соник поел что-то. Что там? О, салатик, что ли? Красава. Просто смотришь на него, и появляется вера в человечество. На-на. Оливье, там что-то, да, такое светлое. М-м-м-м-м. Он написал хэдден на щеке, там дыха, это просто зеркаленное дыха. Потому что на второй щеке написано «Тхок». Нет, «Хток», «Хток». Он как пух играет и ест. Но пух умудряется делать это еще параллельно. Пекинская капуста, готовится к китайцам. Но старт был у Соника плохой. Но после того, как Соник поубивал большое количество рабочих, и Тарзейн долгое время испытывал проблемы с лесом, и, соответственно, у него все сдвинуто было, и появление рифлов, и престолов, и всего остального. Ну и не готов он был к этому налому. Но, да, у Соника вполне есть шансы. Шансы. Давайте, пока у нас есть пауза, по крайней мере, создадим фуфашечку. Я не уверен, что Джонни Кейджа будем смотреть. Что мне немножко надоело соло, хочется поиграть немного. Тем более, вчера получились отличные фуфашечки. А время уходит. Просто Кристал Болл зарешал. Кристал Болл вообще непонятно против кого. То есть одно дело, когда тебе Кристал Болл падает против эльфов, понятно. Когда тебе против Фандедов, понятно. Финды закопаны. Против Орков тоже даже можно, понятно, учитывая Блайда Винвоки. Когда тебе против Хуменов падает Кристал Болл, это просто сразу продавай. И этот Рема говорит, ну там есть парочка предметов, которые лучше Кристал Болла. Там медалька жизни лучше. Амулет лучше. Когти плюс 9 лучше. Эвейджин лучше. И какой-то еще один артефакт там есть, про который я забыл. Эвейджин, когти, амулет, амулет. Сапоги. Или сапоги не падают там. Короче, Кольцо Орегена лучше. То есть это реально самый убогий артефакт, который в такой мэчапе может выпасть. Даже, наверное, Кольцо Армора будет полезнее, чем этот Кристал Болл. Ты его за те же самые деньги продаешь, если что. Короче, A Couple of Devices. Там все остальное лучше. Все лучше, чем шар. Реально в этом мэчапе все лучше, чем шар. Что ты светить будешь? Ты же что, не знаешь, что на Echo Isles у человека будет экспан? Что тебе, разведку делать нужно? Ага, сейчас. A Couple of Devices. Так мне иногда эти комментарии выбешивают, раздражают. Как ляпнут с уверенностью какую-то чушь. Бывает. Да, сапоги вроде давно не падают. Это было, кажется, после фикса с двойными, то ли с двойными сапогами, то ли еще после чего-то, не помню. Ну, болеем за Соника. Как мы видим и по статистике, и по результатам последних двух матчей, мы видим, что они вполне друг другу достойны. Шар — это победа. О, сразу заходит. Ампер, SMF, High Friend, Роди, Power of Luck, Reaching, РВС, Сончик, Товадрел, We can fly. I believe we can fly. Явно, кажется, Беляк новенький. Да, это Янвер, это он самый. Подождите, мне показалось или... Такой же же был Беляк, но я уже не вижу по скроллу в чатике. Джек, Ант, Буба, Step to Light в Булат. Серьезные пацаны. И главное, что мы быстро собираем 24 человека. Это прекрасно. Мне кажется, Джонни Кейдж проиграет. Все-таки у Вортикса там стата должна быть где-то от 70 на 30 против него. Хаширский код говорит, все еще в Фуфа или чемпионате сижу в Белгородском поезде. Фирменном, который... А, да, он же уезжает как раз в районе 10. Именно Белгородский, а не Харьковский. Хаширский код. Белогорье, да, фирменный поезд. Он хороший, чистенький, новенький, даже если плацкарт весьма-весьма хороший. То есть розеточки, все, и там есть душ. Скорее всего, есть. Зависит, конечно, от вагона, но в большинстве уже есть душ. Хороший поезд. Вот Харьковские поезда вот южного направления, которые с Украины, там, конечно, такие убитые вагоны. А Белогорье, да, это хорошее. Он подороже, конечно, но совсем другой уровень. Купе с едой? Ну, там и телек есть, насколько я помню. Телек, газетки, еда. Причем меня приятно удивила еда, тоже вкусно, я два раза ездил, и там два блюда были такие, что я даже за женой доедал. Вот. И, кажется, двери там тоже по кнопочке открываются. Кто-то в плацкарте еще ездит? Серьез ли? Да, я езжу в плацкарте. Чаще даже, чем в купе. Ну, а какая разница, если ты едешь там в ночь просто? То есть ты приходишь, ложишься и просыпаешься. Какая разница, это в купе или в плацкарте? Я лучше эти средства там вырученные куда-то на более полезный потрачу. Например, водороды куплю. А цены на билеты какие? Я думаю, купешечка будет стоить где-то 2700 в Белогории. Надо спросить. Там есть верхний купе, который как плацкарт стоит. Да, Соник слева надо перевести. Хороший вопрос. Вот можно спросить товарища. Плацкарт-карт к Харьковске можно за 1200 взять, а 1800, кажется, фирменный Белогория. Глянь, вот так. Будем. О, он, кошерский код говорит, где-то 3 верхние, 4 нижние. Нифига себе, цены. Тем более с едой еще. В плацкарте хороший телепорт. Съел 0,5 коньяка и на полку. Нифига себе, лохматый ты. Покушать. В плацкарте полки-карлки не влезают. Это да, мне метр девяносто, и там полки покороче. И даже если полки, там ты все равно упираешься в дверь, а не упираешься в проход, что там какой-нибудь ходит, тебя плечом бьет. Да, это единственное, что бесит в плацкарте. Серклетка у варденьки второе. Пропустил начало, ты в Харьков собрался. Да нет, просто товарищ сел на Белогородский поезд фирменный. О, 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 истырил еще артефакт. Ничего себе. Ну, диспел. Че ты не диспелишь, ээ? Да, неплохо. С таким ростом бесит все. Проходы, ванны, кровать, одеяло, только дома хорошо. Толзен есть очень тяжелый дилемм. Он все равно распространяется? Он все равно распространяется? Я не так часто из дома выхожу. Сел в поезд, спер артефакт, это сильно. Да, да, да. Песковский пока нет. У нас сейчас очень много будет варкрафта. Сейчас два турнира топовых идут параллельно. Варька прибегает. Архмаг побежал, но Варден не хочет за ним бегать. Не, пока не по... О, 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 сейчас можно, сейчас можно. Поблокирует, ты че? О, почему в такой... Оставляй... О-о-о-о, а где тайминговый магазин? Куда ты бежишь, ты дурак? Такой этот... А, он берет за эти, побежал брать. Он побежал брать сапоги. Варден добивает одного рабочего. Прячется. Но здесь такие проблемы у Тарзейна. И по времени рабочие бегают, представляете? Нам Йоа говорит, добрый вечер, пользуясь случаем, передаю привет из Харьков к соседям в Белгороде. Да, мы очень близко, 80 километров. Раньше очень часто в Харьков ездили. Ну, это и про... Удобно, и там аквапарк у вас хороший, там кто-то из знакомых жены есть. И... Ой, Вейжен, Вейжен, Вейжен собирает в Варден. Все артефакты берет. Ну, из Харькова, соответственно, в Киев. Там сразу приезжаешь, либо на автобусе быстро, либо на поезде тоже быстро. Ну, 80 километров. И уже сказываешься на Харьковском этом вокзале. Класс. Арчу сейчас просто отдает. Правда. Ну, Соник, ну доконтроливай, пожалуйста. Правильное решение. Да, да, да. Правильно, он ждал как раз просветки. Красава. Почувствовал прям четко. Сейчас второго героя берет и дожимает. Мне кажется, игра сейчас может закончиться просто. Тайминг... Ancient No Wind. Уоу! Талончики. Это правильно. Рейнджер ко вторым героям. Хороший герой для пуша. Ну, скелеты, скелеты. Это ради третьего уровня и ради скелетов. Правильное решение. У Соника вообще сейчас очень... В этой игре очень много грамотных решений. Он прибежит. Архмак тут же должен будет валить. Да, да. Да непонятно, как здесь контрить-то все. Да, четыре скелета и третий уровень. Как тебе Харьковка-город? Ну, чувствуется, что он такой с историей. То есть там много древних вещей из советских времен. То есть и архитектура, и трамваи, и старые здания, площади монументальные, еще там какие-то сталинские. Безусловно, напоминает какой-то город тоже. Но я небольшой специалист. Минус футмен. Арчу зря отдает Соник. Не хватает виспов. Это ошибка, безусловно. Еще минус Арча. Ну, блин, ну что ж ты так тут... Ну, как так-то, ну... И Рейнджер куда дает? Ну, сейчас накосячил, конечно, Соник. Да, при чем есть Торзейн, доктор Соник? Алло! Это Соник просто под это самое. Элемов не задиспелил виспов, с собой не взял. А, тут минус АМ. Извините, пишем ГГ, выходим. Сто процентов. Куда ты? А, блин, все нормально. Но я бы вышел, Торзейн. 29-29, но без главного героя. Крайне сложно, сейчас первые талоны пойдут. У-у-у... Не просто с харькова, говорит Ронниган. Да, путь мэклад дают себе пофиг на магическую вышку, потому что все равно гарька пустая, ману она восстановит. Но это минус эксп. Все увидел, Тарзейн, что арча битая, перенацелил туда, на нее вышку, архмага выкупили. Сейчас позиция плохая. Где талон, где, где вообще что? Четвертый архмаг. К магазину возвращаться, бутылку маны покупать. Зря здесь. Вот почему талон так поздно. Как ты контролишь-то хреново, блин, Соник, прошу, он талону просто взял, сейчас отдал. Трамвай новый не закупается, что он не правил, что его урок закупали. Ты один все еще. Да нет, все равно Тарзейн тут настолько позади. Там никаких там брейкеров в ближайшее время не будет. Талон подходит, сейчас убивают, пофиг на дефенс, футмены будут отваливаться очень быстро. Тайминговый магазин, архмаг убежал, но... О, а может запрыгнуть, а? Да она там устроит, просто карнавал в этом. Талон подсветил архмагом. Да, Т1, ТГГ. Талон подставляется под магическую вышку, Тарзейн не может вернуться сюда никак. Магическую вышку бить, только не подставлять талончик. И все. Магический урон очень хорошо бьет по... Надо собраться все-таки, собрать юнитов в кучу. 36 лимит, это уже, наверное, 5-6 юнитов в Сонике где-то. Еще минус архмаг, но это очень жестко для Тарзейна. Ну, признаемся, будем честны, короче. Тарзейн это не сок, это не хавк, это не какой-то топовый хуман. То есть хавк бы здесь не доводил бы архмага до греха. Да, играл бы аккуратнее, естественно. Они на архмага бежали, их там перехватили просто. Вардан почти пятая, здравствуйте. Хорошо старается, видите, магической вышкой. Все еще. Талонов и почти убил талона. Архмаг восстанавливается. Да, Варька на мэйне. Соник красава. Ну, дождемся интервьющики с Соником. Но Вортикса с Джонни Кейджем, с вашего позволения, я уже досматривать сегодня не буду, потому что и так было очень много сегодня соло. Пожелаем удачи Джонни Кейджем. Пойдем поиграем. Как же Соник контролит кровь из глаз по КД, где-то юниты умирают и халяву. Ну, тут много действий одновременно происходит в разных частях карты, так скажем. Но да, Соник, конечно, не доконтроливает. Увы. Сейчас будет 5-3, смотрите. Бах. Ладно, не 5-3, а 4-3, потому что... Лосин говорит, это Моргенштерн играет. Что? Кто? Прикинь, иногда, если ты чего-то не знаешь, это даже плюс. Ну что, второй герой, но у Тарзейна серьезные проблемы. Начнем с 18-й лимиты. И 5-й Варден, которая при любом удобном случае... Да. Ге-ге. Еее! Соник там! Да! Да! Показывает Соника, он исходит. Давай, покажите нам Соника! Ну! Да! Блин, все закончилось самое интересное. Эй! Красава! Красава! На! Написано на щеке. Хорош. Заслужил паяш. Красава. Да, Моргенштерн, это булава, кажется, из этого. Maybe by Thor's Lels himself соника, a cool game, a fun game, and the win for him.